Дети сами назвали такое прекрасное, мягкое, имя дали Кантилена. Кантилена это, как это переводится? Певучие. Дети очень любят певучие песни, поэтому то, что им по душе, так и назвали. А это было единственное марийское произведение в вашем репертуаре? К сожалению, марийская песня, это единственное. А вы сами писали музыку для хора на марийском языке, на стихи? Ну, вот эта песня написана мной. Одна песня, а больше у вас нет, да? Ну, есть еще какие-то песни, которые не успел. А эта песня, случайно она как-то получилась. Я сижу перед занятием на игровой партитуры, девочки подходят, «Ой, какая красивая музыка!» Они сами выбрали девочки. Давайте выучим. Давайте выучим. Очень хорошо. Вот так. Эрик Сапаев, Гаврил Таныгин, Виктор Садой. Виктор Садой, он был большой. И Виктор Данилов. Это друзья. Да. И не только. Ведь вы втроем еще, Эрик Сапаев, Гаврил Таныгин, все из Новоторельского района. Да, мы учились вместе. А в какой деревне? Мы с Таныгином и вот с Александром Яковлевым, с деревни Нижний и Татары Нер. Ага. А Эрик Сапаев с Чобокова, деревня Чобокова есть. Это ближе к Тарьялу, сюда ближе к городу. А потом получилось так, что половина из них стала композиторами, половина стали дирижерами. Почему? Это вот у вас родник творчества оттуда вот вьет, наверное. А вот так как-то получилось. Это ведь начало этому получил, это положил Гаврил Федорович Таныгин. Это талантливый же человек. И вот потянулись мы после него тоже в музыкальное училище. И так и повелось, и повелось. И так и повелось, и так и пошли. А вот смотрите, о вашей семье два дирижера. Александра Яковлевна, так что же для вас семья Садовиных? Ну, я считаю их своими родителями, поскольку я маленькая, еще была, когда они меня взяли к себе. Это к себе вы? Жить вообще. Ага, и супругу вашу надо обязательно назвать. Да, Клавдия Ивановна. Большой привет, если можно. Прямо отсюда передаю им большое спасибо за ее теплое отношение к нам. Ну, это понятно, они вас воспитали. Но вы стали дирижером. Это, например, брат на вас так повлиял? Ну, он ведь открыл музыкальную школу в городе Волжске. Это первый директор музыкальной школы. Поскольку он меня как раз забрал в этот год, ну, естественно, я стала учиться в музыкальной школе, на скрипке. Потом в музыкальном училище, где я стала учиться на хоровом отделении. Ну, очень хорошо, что на хоровом отделении. Я, в общем-то, никогда не жалела, что именно по этому пути я пошла. Но наставником, естественно, был мой брат старший. Александра Яковлевна, вы ведь уже много лет работаете с хором. И последнее полтора десятилетия в музыкальном училище Палантая, да? Да, я с 73-го года работаю в Мариинской республике. Первые 11 лет я работала в культпросветучилище. Тоже были выступления по телевидению здесь. Здесь была запись нашего хора. А потом работаю в музыкальном училище с 85-го года. Ну, а весной этого года, ну и весной каждого года у вас случается отчетный концерт, когда вы даете выступление. В этом году у вас было и совместное выступление, и ваш коллектив. Давайте мы одно из ваших произведений, в вашем исполнении, посмотрим. Музыка Андрея Шпая-старшего. Слова Андрея Младшего. Андрея Шпая-младшего. Воспоминания. Музыка Андрея Шпая-старшего. Музыка Андрея Шпая-старшего. Музыка Андрея Шпая-старшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы обязательно о вашей нынешней работе поговорим. А сейчас вот я как раз хочу подойти к этому. Вот Гаврил Таныгин стал известен как дирижер оркестра в Якутии, да? А вы всю свою творческую мощь посвятили Белоруссии и добились успеха там. Там вас знают и любят. Вот как ваша дорога сложилась туда, в Белоруссию? Почему вы уехали туда? И сколько лет вы там прожили и работали? Ой, много мы там прожили. В общем-то, 35 лет. За 35 лет много сделано. А уехали мы, считайте, как-то вот так. Может, случайно, а может, это не случайно. Да. Приезжаем как-то вместе с Клавдией Ивановной. Моей самой строгой сутью. Да? Самой строгой сутья она у меня. Она в первую очередь меня начинает критиковать, а потом будет говорить какие-то положительные стороны. А первый коллектив у вас какой был? Где? А первый коллектив у меня... Сейчас я расскажу. Значит, мы приезжаем отсюда, из Шкарлы, в Казань. Мы там жили. Квартира у нас там была в Казани. И там лежит приглашение. Клавдия Ивановна приглашает на преподавательскую должность в Минский технологический институт. И мы так посоветовались. Она спрашивает меня, что будем делать. Как что будем делать? Здесь нас не приняли. Поедем в Минск. И так очутились в Минске. А какой вы первый коллектив собрали? Первый коллектив у меня был хор мальчиков. Интересная работа была там. Под городом Минск. Да. Это еще в городе Молодец, но это под Минском. Хор мальчиков. Я там за два года сделал и программу небольшую, записал на радио, сделал и фондовые записи. А потом я уже в Минск перешел на работу в хор мальчиков при Белорусской государственной консерватории. Музыкальная школа. Там как раз в этот год организовали хор мальчиков. И вот я в качестве хорместера там работал. А вот этот коллектив Кантилена, который мы посмотрели сейчас, вы туда детей как-то отбирали? Нет, сюда не отбираются дети. Там не отбираются. Там приходят люди. Вот хочу учиться на хромотделении. Хочешь, мы, пожалуйста, принимаем вас. И вот как-то так получилось. Через буквально очень короткое время они вдруг запели эти дети все. И вот так дошли до такого уровня. Это обыкновенная музыкальная школа? Обыкновенная музыкальная школа Семилетка. Выступление мы сейчас смотрели в зале консерватории? Нет, это в филармонии. В филармонии, да. В большом зале филармонии. А где вы вообще выступали? Вот я сказала, что вы лауреат множества конкурсов. Ой, теперь трудно перечислить, где мы выступали. Но мы во многих фестивалях хоровой музыки принимали участие. И нам давали всегда звание лауреата конкурса, фестивалей. Это много-много раз. Перечислять это много надо. А когда вы первый раз стали лауреатом? Вот вы перед передачей сказали, о, я случайно надел рубашку, которую получил диплом лауреата. Это было тоже очень давно. У меня вещи очень долго носятся, лет по 20, по 25. Простите, пожалуйста, у нас есть звонок, мы, наверное, ответим. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Говорите. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я обращаюсь к Андрею Яковлевне. Сашенька, скоро у тебя день рождения. Я тебя поздравляю. Я желаю всех теменых благ, счастья тебе, здоровья. И только для твоих успехов. Спасибо большое. Валя. Валя, я узнала по голосу, Валя, я помню. Сашенька, я тебя люблю. Спасибо большое, я тебя тоже. Я тоже люблю. Но это прекрасно, когда дирижёров хора любят. И вот я как раз хочу спросить, а вот дирижёр хора, особенно вы оба работаете с детьми, с подростками, со студентами. Каким он вообще, главная его качество, кем он, кто он больше? Музыкант, специалист или это всё-таки воспитатель? Это, скорее всего, воспитатель. Потом уже музыкант. Без музыканта, конечно, нет воспитания. В нашей области мы всё равно занимаемся, связаны с музыкой. Но на первом месте, наверное, воспитатель всё-таки. А вы можете вот сказать, что вот можете группу детей взять, ну, в принципе, которые поют, и сделать из них коллектив, хоровой коллектив. И будут они потом выступать и дойдут до лауреатства? Ну, я думаю, что мы можем это что-то сделать. А что для этого нужно сделать? Ой, для этого поддержка нужна. Нужна поддержка, в первую очередь, наших вот чиновников, от которых мы зависим. Ну, ведь от себя много. Мы готовы сейчас работать. Пожалуйста, только нам дайте возможность это сделать. Мы с удовольствием. Много дирижёров хороших. У нас в училище очень прекрасные преподаватели. Мы все очень хорошо работали бы с хорами, если бы были у нас коллективы. Ну, для вас... С самодеятельностью, правда, у нас сейчас работает. Тамара Николаевна, вот, Корнеева. Людмила Михайловна работает с капеллой. Лидия Ивановна работает в интернате. В общем, мы бы все работали с коллективами. И вам очень важно, вот, чтобы дети с молодых лет пели, вот, как раз соединялись в этом коллективе, который называется хор. Так? И мне кажется, что у вас ещё есть, вот, смотришь на ваших детей, присуще вам одно замечательное качество. Это доброта. Вот дети у вас раскованные. Они не запуганные. Ну, это очень приятно, что вы заметили, что присутствует в нашей работе доброта. Это видно по лицам детей. Ну, ведь дети – это барометр. Это как к ним отнесёшься, так они отзовутся. Я хочу сейчас предложить небольшой фрагмент тоже из одного из последних ваших фестивалей, в котором вы участвовали, и момент награждения, как вот Валерий Садовин получает очередной приз, очередной диплом, не диплом, а звание лауреата, так ведь? Называем имена лауреата 5-го международного фестиваля православных фестивалей. Лауреата 5-го международного фестивалей. Так жаль, что у нас так мало эфирного времени, но говорить о хоре и не посмотреть на хор, ну, это просто невозможно. Единственный вопрос, на который я хотела бы сейчас получить ответ. Так почему же у нас сейчас вот так мало хоров? Почему мы вместе не поём? Почему, вот почему, почему, очень много почему? Да почему, конечно, тут есть много почему. Ведь самое главное, я уже сказал, что мы зависимы от кого-то, мы с удовольствием работаем, добиваемся каких-то результатов, если нас будут поддерживать, ну, скажем, чиновники определённых уровней. Да, ну что ж, будем надеяться, что вас заметят вот с сегодняшнего дня и оценят ваш энтузиазм, ваше мастерство. И у вас хор и у нас в республике, хор и детский, и для подростков, и для юношеских хор мальчиков будет вот именно такой, с которым можно ездить за границу на фестивале. Так ведь? А сейчас я хочу, чтобы мы вместе посмотрели ребят из Ешкаралы, с которыми вы где-то полгода только занимаетесь, да? Это вот что за коллектив? Ну, это дети первого класса, первоклассники, дети музыкального училища, хорового отделения, детского. И совместно с духовной гимназией, с детьми духовной гимназии. Ну, нужно заметить, что среди них есть, ну, больные просто дети, да? И хор им просто помогает выжить. Смотрим. Я вас благодарю и желаю успехов, здоровья, счастья. Спасибо. Спасибо. Владислав Яков. Слова Корановой. Я хочу, чтобы птицы пели. Что, чтобы птицы пели, чтобы с твоей ручьи звенели, Что, чтобы были голубыми пенеса, Что, чтобы речка серебрилась, Что, мамочка резвилась, Что, в лесу была моя блага краса. Песня, 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 песня. Песня, 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 песня. Нет, песня, 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 песня. Я хочу, чтобы солнце грефа, Чтоб перёжка сильенела, Чтоб никакой жил левой колючей еж. Чтобы пенеса скакала, Чтобы рад lions Lagas выпала, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok